добро пожаловать на самый большой на ютубе подборку разбора задач с параметром на канале разобраны уже больше ста задач смотрите плейлист задач с параметром там собственно можно прям готовиться кига такую задачу будем разбирать при каких значениях параметра а уравнение имеет три корня образующих арифметическую прогрессию эту задачу мне скинул подписчик со словами такая интересная задача и собственно действительно был прав это очень интересно мы сейчас будем разбирать один из возможных способов наверняка можно еще и по-другому пишите в комментах если придумали какое-то что-то свое прежде чем перейдем к разбор напомню что 4 6 мая пройдет интенсив по жестким параметрам которые я проведу в рамках подготовки кига понятное дело и что это за интенсив это очень полезно на мой взгляд перед за месяц до его интенсив на котором мы будем разбирать жесткие задачи выше чем уровень и г но методами и г вот то есть соответственно таких задач не будет потому что эта задача не совсем методами горешат тут нужны идеи которые как бы лежат beyond а то есть оно не будет полезным на его поэтому но не то чтобы голову не забивайте естественно лучше голову такими идеями как раз таки и забивать потому что это красивая будет идея здесь но в общем там будут все задачи решаться и грешными методами напоминаю что чтобы попасть на интенсив надо писать кодовое слово жесть мне в личные сообщения в telegram и стоит интенсив всего 590 рублей то очень мало денег за очень много знаний которые я за собственно этот интенсив вам дам в течение трех вебинаров по три часа можете посмотреть обзоры на обзоры отзывы на предыдущие интенсивы на моем телеграм-канале и собственно там многие кстати как раз таки пишут о том что блин за такие деньги это просто офигительно и вообще подписывайтесь на телеграм-канал так давайте посмотрим что это за задача собственно смотрите при каких значениях параметра а уравнение такое имеет три корни образующих архитическую прогрессию вот первое идея это собственно корни представить так как что-нибудь такое давайте x минус dx и x плюс д да то есть у нас есть три числа которые являются корнями арифметического являются членами арифметической прогрессии какой-то и корнями этого уравнения вот первая идея поэтому сделать так для икса до подстановка икса уравнение и уравнение само не изменит понятно таким образом у нас будет вот верно само уравнение минус 4x плюс а равно нулю далее понятно что если x минус dx плюс д буду подставлять то тоже у меня получится тоже получится что-то вот такой минус 4 на x минус д плюс а равно нулю и соответственно второе уравнение будет точно таким же просто у нас x минус д везде меняется на x плюс д я поэтому в наглую сейчас просто скопирую вставлю и что можно сделать естественно у нас получается здесь обретите внимание система из трех уравнений с тремя неизвестными да фактически у нас неизвестные это x а и d и вообще эта система уравнений тут одна однозначно как-то должна разрешиться в этой задачи она прям разрешится и что здесь можно собственно сделать можно наверно лучше всего будет вычесть вычитать из третьего уравнения второе да или наоборот там из 2 3 ну короче вот вычитать эти уравнения потому что здесь очень много ничего сократится и в конце концов останется квадратное уравнение x а относительно x и d вот а тоже сократится то есть вот это вот нам даст какое-то квадратное уравнение относительно x и d а дальше не придумал то есть то есть можно здесь конечно как-то это пытаться решить наверняка есть какие-нибудь красивые методы пишите в комментариях что вы придумали, я этот метод просто дальше не стал развивать, просто потому что вижу, что здесь надо будет много писать, мне лень, а я решил подумать, а нельзя ли графически это решить, и графически это можно, оказывается, решить, и решение прям совсем классно, оно прям ставит вопросы, о которых ты в обычное время не особо задумываешься. Итак, давайте решим это уравнение графически, для этого я на самом деле рассмотрю вот такое вот, xq плюс 6x квадрат равно 4x минуса, вот такое уравнение я буду рассматривать. И я хочу рассмотреть взаимное расположение, получается, вот такой вот график кубического многочлена, вот такого, и, собственно, 4x минуса, да, просто прямой. Вот, давайте построим график вот этого вот кубического многочлена. Так, нас интересует, получается, вот такое, у равна x квадрат на x плюс 6, и что я понимаю сразу, график этот очень легко быстро прикинуть, да, эскиз прикинуть этого графика, он будет выглядеть как-то так, то есть мы через минус 6 проходим, и как-то, наверное, вот так, вот так, и вот так он будет выглядеть. Так, давайте, собственно, как-то вот так выглядит. Ну нет, тут все-таки надо в этот момент точки перегиба, нам получше, конечно, нарисовать покрасивее. Вот так вот. Хорошо, окей, и вот смотрите, утверждение следующее, которое поможет нам эту задачу сейчас решить. Точка перегиба является точкой центральной симметрии. Вот, это центр симметрии, точнее. Точка перегиба является центром симметрии этой, этого, не знаю, этой кривой. Так, график этого кубического многочлена, вот так вот. Как это доказать? Это можно доказать, на самом деле. То есть, что я имею в виду, во-первых, по центрам симметрии? Я имею в виду, что если я буду проводить вот такую, например, прямую какую-то, то у меня вот эти вот две точки от этой точки будут расположены на одинаковом расстоянии. Вот, и, соответственно, исходя из этого, я сейчас как раз-таки буду говорить, что у меня график y равно 4x минуса, пересекает, проходя через эту точку, да, будет проходить еще через две точки, которые расположены на одинаковом расстоянии. Но если по прямой на одинаковом расстоянии эти точки расположены, то по оси x они тоже будут расположены на одинаковом расстоянии. Мы как раз-таки получим, что у нас вот будет две точки, да, две точки, вот у нас будет x минус d, x и x плюс d. Мы получим две точки, которые ровно удалены от какой-то третьей точки. Они все являются корнями этого уравнения. Ну и как раз-таки мы получаем, что образует арифметическую прогрессию эти точки. Единственное, нам сейчас нужно доказать, что точка перегиба является центром симметрии здесь. Сделать это на самом деле не так-то сложно. Смотрите, я просто понимаю, что если я... Давайте я прежде всего найду точку перегиба. Найду точку перегиба, для этого надо будет найти вторую производную. y' это 3x квадрат плюс 12x, и y' это 6x плюс 12. Вот, и получается 6x плюс 12 равно 0x равно минус 2, да? То есть вот наша точка перегиба это что-то типа минус 12, что-то. Давайте y от минус 2 вычислим. Так, y от минус 2 будет чему равно? Минус 8 плюс 32, 24. Подождите, минус 8 плюс 6 на 4, 24. Минус 8 плюс 24, это будет 16, да? 16. Здесь у нас получается такая вот точка с координатами минус 2, 16. Все, собственно, на самом деле здесь можно теперь просто... Исходя из того, что эта прямая y равно 4x минус а проходит через такую точку, да? Просто сказать, что 16 равно 4 на минус 2 минус а. откуда а равно, собственно, 8 минус 6... Так, минус 8 минус 6 минус 24, да? Вот, при таком значении параметра, короче, у нас здесь получится 3 корни, образующих арахметическую прогрессию. Единственное, осталось доказать, что вот эта точка является действительно центром симметрии. Так, а как нам это доказать? Ну, смотрите, я понимаю, что у меня график любой нечетной функции является центрально-симметричным, да? То есть он обладает центральной симметрией. Если я докажу, что какими-то сдвигами я смогу этот график, просто график этой функции превратить в график на нечетной функции, да? То есть если, короче, существуют замены, скажем так, которые приводят вот эту вот функцию, превращают в нечетную, вот, вот так вот сформулировать можно мысль, тогда получится, что у нас как раз-таки получается нечетная функция, которая имеет, собственно, центральную симметрию. Вот такая мысль. То есть мы можем свести это к центральной симметрии. Ну, а замена нам на самом деле подсказана вот этими вот координатами точки перегиба как раз-таки, да? То есть я понимаю, что мне надо будет вот этот график сдвинуть на 2 вправо, да на 16 вниз. Что это означает? Это означает, что я должен сделать замену t равно x плюс 2, и потом, собственно, так. Тут надо будет, конечно, более хитрую замену делать для того, чтобы у меня прямо все сразу сдвинулось. Но я понимаю, что если я t равно x плюс 2 сделаю, то у меня, собственно, будет графиком, да? Ну, если я теперь y от t буду рисовать, у меня получается вот такой вот график. Точка перегиба у нас окажется на оси y, и потом здесь будет 16. Если я на 16 вниз теперь ее сдвину, понятно, что все в конце концов превратится в нечетную функцию. Вот, идея такая. Опять же, сейчас подставлять что-то не буду. Если хотите, можете сами вот сюда вот подставить t равно x плюс 2. Неправильно, не x плюс 2, а x минус 2. t равно x минус 2 подставить сюда, чтобы, собственно, убедиться, что у вас получится действительно какая-то функция, которая проходит вот так вот, и потом, если ее на 16 вниз сместить, то получится, собственно, нечетная функция. Вот, такое вот получается задание. Очень короткое, мне кажется, красивое достаточно решение. a равно минус 24. Ответ, возможно, где-то обсчитался, но вроде как не особо. Вычислений получилось достаточно мало. Сравните это с первым методом, да, который я прикидывал. Там было три кубических уравнения. Нам нужно было систему трех кубических уравнений решать. А здесь мы быстро-быстро так переходим к решению чего вообще. То есть, что мы здесь решали. Мы взяли две производные, мы пришли одно линейное уравнение. Все, собственно, ответ у нас в руках. То есть, с аналитической точки зрения, да, с точки зрения нагруженности алгебры, это решение прямо очень хорошее. Вот. Но здесь надо прямо много чего понимать. Первое, надо понимать, ну, вообще, думать о том, что у нас в целом может быть центрально-симметричный, да, график этой функции может быть центрально-симметричным. Нужно думать о том, что если прямая пройдет у нас здесь, то, собственно, будет то, что нужно происходить, арифметическая прогрессия у нас будет. Кстати, давайте еще посмотрим, почему у нас единственное значение параметра. Если я возьму значение параметра поменьше, то у меня прямая пойдет вверх. Ну, здесь у нас минус, да. И получается, что у меня эти два корня, они разъедутся. Один влево, другой вправо, да. То есть, этот поедет влево, этот поедет вправо. А этот у меня поедет тоже вправо. То есть, эти x1 и x2 будут сближаться друг к другу, да, вот это расстояние уменьшится. А x2 и x3 будут, наоборот, отдаляться от друг друга. Вот это расстояние увеличится. Поэтому понятно, что у меня арифметическая прогрессность, скажем так, нарушается. И то же самое происходит у меня вот здесь вот. Если я здесь возьму a побольше, то у меня прямая приспестится вниз. Например, у нас a, да, с отрицательным знаком здесь. То вот эти вот две точки станут ближе к друг другу, это станет дальше от них. И, собственно, арифметическая прогрессия, опять же, нарушается. Тут будет единственное значение параметра, при котором это происходит. Ну, на графике, в общем, это прямо сразу видно. Вот такая вот задача, красиво. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте. Что там обычно, редко я эти фразы говорю, но вообще, на самом деле, важная штука. Можно просто поблагодарить за то, что я такую красоту вам показал. Ну и, конечно же, приходите на интенсив по жестким параметрам. Там не будет вот таких идей. То есть, это прямо, я бы сказал, олимпиадная все-таки идея. Ну, или просто для хорошего мат-класса, да, для хорошего уровня. ЕГЭ у нас все-таки это то, что в... То, что строится по программе обычная школа, да. В обычной школе очень часто даже про точку перегиба не говорят. Не говоря уже о таких вещах, как симметрия, да. Вот. И здесь, собственно, в интенсиве я буду говорить о задачах, которые решатся только ЕГЭшными методами. Собственно, поэтому приходите обязательно на него. Смотрите отзывы в Телеграм-канале. Просто подписывайтесь на Телеграм-канал. Это очень полезный Телеграм-канал по подготовке ГЭНа 90+. Там много всяких советов и рекомендаций, как готовиться на высокие баллы. На этом я с вами прощаюсь. До встречи на следующих разборах. Как говорят у нас в Мексике, я в Федор Зай.